Здарова, ребята, это уже третье видео касаемо сливов iOS 14, слили код iOS 14, я уже говорил, что я понятия не имею, как это произошло, но из него мы узнали о новых фичах и функциях iOS 14 самой, мы узнали о будущем iPhone 9 и мы узнали об iPhone 12 и о нем будет это видео, о том, что нашли же в коде iOS 14, там было найдено много интересного и теперь, мне кажется, мы знаем об iPhone 12 практически все. Меня зовут Алик Чехкиев, вы на канале Overtake Lab, погнали! В принципе, все, что было найдено, мы знали заранее, но вот слив iOS 14 подтвердил то, что и предполагалось. Первое, это безрамочный дизайн без челки сверху. В коде iOS 14 было найдено три иконки и, сейчас я вам покажу их на экране, первое, это якобы вот старый дизайн iPhone X, XS и 11, далее иконка с каким-то непонятным iPhone, у которого челка сверху явно меньше, чем у обычных iPhone, и совсем безрамочный iPhone без какой-либо челки. Многие издания начали предполагать, якобы это и есть весь модельный ряд, вот посмотрите, 12 Pro Max, 12 Pro по центру и 12. Но, если мы обратимся к опыту предыдущих iPhone, обычно у нас тот самый 12, который он должен быть, то есть это последник XR и 11, он должен быть с LCD-экраном и с 6,1 дюймовым дисплеем. Ну, хотя бы не с LCD, а с 6,1 дюймами, но с худшей камерой. То у нас получается, то есть у нас есть 12 Pro по центру с какой-то непонятной урезанной челкой, есть совсем маленький 12, непонятно почему он самый маленький, и 12 Pro Max, который вообще безрамочный, и... Ну, что-то я в эту теорию очень слабо верю. Лично мое мнение, что, возможно, эти три иконки, очень странно, что они по размеру разные, и непонятно, что хотели сказать этим те, кто слили этот слух, действительно так в системе они расположены разного размера, или это какая-то в голове доработка человека, который нашел этот слив. Мое же предположение, что первая иконка это наши старые iPhone X, XS и 12, иконка по центру, скорее всего, это дизайн iPhone 12, возможно, iPhone 12 получит, как я думаю, наконец-то OLED, а не LCD-дисплей, и, возможно, у него будет урезанная челка. То, что вот самое большое слева, это наши 12 Pro Max и 12 Pro обычный. Опять же, странно, что нет тут вариации размеров от самого большого безрамочного устройства, но, как мне кажется, Pro Max и Pro должны по дизайну быть одинаковыми, отличаться только размерами, а то, блин, с разными челками делать прошки, ну, это уже совсем странно. В общем-то, этот слух, наверное, положительный, потому что мы ждем, мы ждем iPhone безрамочный, и многие думали, что, возможно, это произойдет в следующем поколении, но слухи говорят о том, что уже в 12 iPhone, возможно, получим полностью безрамочный iPhone, и это круто. Что касаемо Face ID, то есть всех датчиков TrueDev, они, наверное, уйдут вот в верхнюю рамку, либо же Apple, возможно, как-то это засунет под дисплей, что маловероятно, но чисто, наверное, как-то возможно, ну, чисто магически. Опять же, хочу напомнить, что из предыдущих слухов, еще, наверное, осенней давности, мы узнали о том, что новый iPhone 12 получит дизайн якобы iPhone 4 или 5s, если вот так можно назвать, то есть это будут покатые края, плоские, такие срубленные края, прямо как у iPad Pro. Также во многих слухах фигурировала камера с четырьмя линзами, но после выхода нового iPad Pro 2020 года, я уже выдвигал там свою теорию, и опять же, эта теория подтвердилась о том, что это будет не 4 линзы, а привычные нам 3 линзы, то есть ширик, зум и обычная линза, и четвертый, четвертый датчик. Это тот самый LiDAR, который у нас появился в iPad Pro, то есть в iPad Pro вроде как дырочки-то 3, но на самом деле камеры там 2, и один это LiDAR, то есть ТОВ-камера, которая нужна для AR, для дополненной реальности, и вот для, короче, для дополненной реальности, что еще объяснять. Ну и, собственно, та самая камера LiDAR подтвердилась в сливе iOS 14, и получается, что действительно, да, действительно iPhone 12 у нас получит четырехдырочную камеру, а iPhone 12 обычный, не Pro, не Pro и не Pro Max, получит трехдырочную камеру, то есть это привычные нам 2 линзы, то есть широкая и обычная, как у нас в iPhone 11, и LiDAR непосредственно. А, точняк, это же у нас получается камера из iPad Pro 2020 года, которые совсем недавно вышли. Ну, короче, вот, собственно, такую камеру и засунут. Как я говорил в видео про iPhone 9, потихоньку заводы, в частности Foxconn, с которыми сотрудничают Apple, возвращают свои мощности обратно в работу после эпидемии коронавируса, и, возможно, уже в мае начнется производство новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro, и к этому времени, конечно же, появится больше слухов, будут сливы с завода и так далее. И чтобы это все не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, оценивайте это видео, если оно было вам полезно, и пишите в комментариях, что вы ждете от новых iPhone'ов. Мне будет очень интересно почитать и пообщаться с вами. Всем пока!